шалом дорогие друзья мы начинаем нашу главу глава называется балак белям приходит балаку с князьями приходит балак говорит неужели я тебе не мог оказать почести большие неужели ты не мог понять что я окажу тебе огромные почести и так с ним говорит и потом он приводит его в период хуцот и зарезал балак скот крупный и мелкий и послал беляму и князьям которые с ним то есть он говорит о большом но наш мудреца говорит делал немного взял одну корову и одно овцу и было поутру взял балак беляма и возвел его в бомбал 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 называется вот так первая гора называется бааль вторая будет называться гора пизга и третья будет называться гора пиор и тот увидел туда край народа значит цель беляма цель беляма на этом хорошо заработать мало того что он с удовольствием хочет проклясть еврейский народ он хочет на этом еще и заработать если он говорит что что если даже даст мне балак полный свой дом серебра и золото могу ли я приступить повеление бога почему он так говорит но это не простая основа что дай мне типа много денег нет он именно хочет огромное состояние откуда мы это знаем что вообще может существовать столько денег у этого балака дело в том что все знают что мы уходя из египта написано и опустошили египет и сказал всесильный взять у всех людей египетских золото серебра вот попросят каждая женщина у соседки своей так дальше написано опустошили египет метраж пишет что всевышний дал столько нам золота и серебра что каждый из сынов израиля был состоянии построить храм пустыни каждый и каждый увозил свое богатство на 90 ослах то есть это не просто так нам всесильный подарил дело в том что от рождения авраама в 1948 году до выхода из египта 2448 году прошло 500 лет за эти 500 лет это было сменилось много поколений народ целый миллионы людей работали и все это досталось фараону все мы просто бесплатно работали и гробами вообще ничего нам не оставалось и теперь нам сильный наградил он нам все это отдал откуда в египте столько золота дело то что когда был в египте голод 7 лет голода который всесильный предписал египту то со всего мира приходили люди покупать зерно и естественно египет стал богат богатой страной если все это золото снес казну фараона потом карах воспользовался что всесиль искал чтобы брали у египтян золото и серебро карах воспользовался и попросил весь золотой фонд египта и эти по действию слова египтяне ему отдали все что он сказал в тот момент отдали все то есть если действительно нас бы завоевал моав то балак свободно мог бы дать бельяму такую сумму что он говорит полный свой дом серебра и золото то есть не просто все так и вот он хочет проклясть хочет заработать всесильный и мускал делай то что я тебе скажу ангел ему напомнил потому что человек может рассказать все как скажет всесильный но так сказать словами что смысл будет другой как разведчики говорили вроде всю правду что они видели в стране а народ испугался и плакал ту ночь и здесь искал теперь будете жить 40 лет пустыне пока не умрет все поколение которое воинов которое ходило в разведку вот так тоже и здесь и ангел поэтому второй раз так напугал чтобы он ничего не мог даже подумать изменить что-нибудь тому что в силе сказал и он говорит я буду говорить только что только то что скажет всесильный вот они стоят на горе бааль сказал бельям балаку построить всем живем жертвенников он поставил всем жертвников вознес по быку и по барану на каждом жертвнике а теперь он сказал встань у жертвы все сожжения твоего а я пойду может быть явится бог навстречу мне и вот он идет и встречается ему бог и говорит возвращайся и говори ему вернулся бельям балаку и он просто повторяет слово в слово то что говорится сильный он здесь не дискутирует не грамм просто говорит слово слово из-за рама привел меня балак царь моава от гор восточных пойди и прокляни мне якого и пойди призови гнев на израиль как проклинать для того кого всесильный не проклинает и как гневаться мне есть не гневается бог вот с вершины скал вижу я его из холмов смотрю на него вот народ этот отдельно живет и между народами не числится то есть это как гольстрим холодная вода вокруг и гольстрим теплое течение вот так кто исчислит прах якова и кто пересчитает пыль израиля то есть и вышли говорит как песчинки на морском берегу который сосчитать нельзя от множества то есть это число невозможно человеку определиться сильный только единственный кто знает сколько этих песчинок да умрет душа моя смертью праведником и пусть кончина моего моя как его будет то есть получается что он хочет творить зло кого хочет проклинать зарабатывать таким методом деньги губить других людей а умереть он хочет как праведник и кончина что было у людей которые соблюдают заповеди и это было благословение вместо проклятия мы получили первое благословение то есть как можно проклясть того кого всесильный не проклинает всесильный он говорит народ от благословен а кто благословен проклясть невозможно он говорит проклясть врагов моих призвало тебя вот ты благословляешь говорит пойдем на другое место попробую оттуда проклясть его и возвел его на вершину пизги это поле наблюдателей в этом месте потом уходит из этого мира маше это браха будет и тоже он говорит вознеси мне здесь на семи жертвниках семь быков и семь баранов и я пойду может встретиться мне бог буду общаться и узнаю что мне делать и произнес он притчу свою сказал встань балак и слушай внимай мне сын цепора не человек всесильный чтобы лгать и не сын человеческий чтобы передумывать неужели скажет он и не сделает будет говорить и не исполнит вот получил я повеление благословить их и благословение это не отменить мне не увидел провинности в Якове и не видел зла в Израиле бог всесильный его с ним и царский трубный звук слышится у него всесильный вывел их из Египта могучит он дикий бык ибо нет ворожбы против Якова и колдовства против Израиля свое время рассказано будет Якову и Израилю о том что совершал всесильный народ этот как лев поднимается и как лев возвышается не ляжет пока не съест добычи и крови убитых не напьется и сказал балак беляму не клясть не кляни его не благословляй не благословляй его то есть мы опять получаем очень сильное благословение и всесильный говорит о праведниках мы действительно к этому времени были праведниками мы действительно выиграем все войны без единой потери все у нас хорошо мы полностью мудрецы Торы уже за столько лет 40 лет прошло это последнее расположение наше в пустыне это место напротив Иордана мы стоим здесь действительно все праведники и всесильный говорит что могученка дикий бык нет ворожбы против Якова колдовства против Израиля никаких шансов никаких шансов нет то есть балак понимает что белям ничего крови благословения не дает получается что то что он просит все наоборот как бы он не хотел ничего не получилось хотел напасть силой Всевышний уничтожил его потоки Орнона у нас есть это место мы у него говорили когда сдвинут скалы теперь хочет духовно ничего не получается и ответил белям и сказал балаку ведь говорил же я тебе так все что говорить будет Бог то и сделаю в общем уже прошло у нас две попытки проклясть а получили мы два благословения мы даже об этом не знали мы находились в пустыне об этом не знали потому что потом будет сказано что в свое время будет рассказано об этом Якову на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум Владимир бен Григорий Павел бен Ефим Хая Малка бад Йосиф Мира бад Аврагам Роза бад Михаэль Самуил бен Герш памятью Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Здоровье Судла бад Клара Шимон бен Ницхак Борис бен Мария Анна бад Рим Капалина Берр бад Соня Сура Лена бад Клара Женя бад Ида Анна бад Елена Евгений бен Софья Двойра бад Мирьям Моисей бен Ева Ирина бад Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бад Майель Евгений бен Берта Евгений бад Ита Фира бад Ана Геннадий бен Елена Илюор бен Клара Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла Масло Паранца Сгула Ирина Батури, Аронарья Бенури За хороший дух Аронарья Бендвоера Денис Бен Нахом Авигаль Бацара Паранца и Бриют Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая Борис Бен Мария Всего хорошего Олегу Марченко Всем всего самого наилучшего До следующих встреч Я надеюсь мы встретимся завтра В 15.30 В Линейдере естественно До завтра